Перестройка в Одессе продолжается. Паркинг на Греческой площади оказался вовсе не паркингом, а подземным торговым центром. Речь идет о том самом долгострой в центре города, который одесситы назвали «черной дырой». Во-первых, потому что инвестор, обещавший подземную стоянку, потратил на строительство много лет. Ну а во-вторых, потому что фамилия его «Черный». «Черная дыра» пережила оползни несколько туристических сезонов и вот превращается в новый торговый центр «Греческий». О городских метаморфозах расскажет Татьяна Милинг. Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Это почти завершенная многострадальная Греческая площадь. Многострадальная, потому что много лет терпела реконструкцию. Инвестор-предприниматель Вадим Черный обещал тут парковку. Год-два обещал. Все это время центральная часть города была обнесена железным забором. За ним был и ополдень в 2012-м. За ним и страх предпринимателей торгового центра «Афина», под которым это все произошло. Они ведь думали, что под землю уйдут и их магазины, в случае, если оползни продолжатся. Тут и деликатное молчание туристов, желающих наслабиться историческим видом Одессы. Все зарыто в этих котлованах. И вот теперь, когда уже строительство почти позади и водители должны подбирать подходящее место на долгожданной парковке, становится ясно. Могут оставлять свою машину, как и прежде, рядом с «Афиной» и шагать в новый торговый центр за носочками и рубашкой. Вот так он будет выглядеть. Вместо обещанной стоянки, под землей на Греческой, откроется одноименный торговый центр. У него даже свой собственный сайт появился, на котором видно, как он будет выглядеть после завершения работ. Мы об этом говорили более чем полгода назад. Для нас это было очевидно. Коррумпированный ГАСК ничего не сделал для того, чтобы отменить декларацию. Коррумпированная служба регистрации Министерства юстиции выдала черному еще одному физическому лицу свидетельство о праве собственности на это помещение. Коррумпированная милиция полгода ничего не делает в рамках уголовного дела, точнее ЕРДР, которое было заведено в систему еще в мае месяце. Коррумпированная прокуратура ничего не сделала для того, чтобы милиция довела до конца простейшее дело, где факт совершения товарищем Черным уголовного правонарушения лежит просто на поверхности и даже не подлежит документированию. Таким поворотом событий возмущены и одесские архитекторы. Они признаются, греческая площадь давно не та. Она стараниями наших так называемых инвесторов и архитекторов просто уничтожена. К сожалению, она перестала быть транспортной, не стала пешеходной. Архитектурный декор, который мы видим на вот этих выступающих сооружениях с отметки земли, ужасный. То есть он сделан абсолютно не по правилам классической архитектуры, хотя, видимо, задумывалось, что это будут какие-то элементы классики. Пропорции абсолютно неправильные. Отметки, вот это вот перепады земли и горбы, которые там появились, которые вполне можно было избежать на стадии проектирования. В целом и те окружающие здания, которые не имеют соответствующего масштаба и нарушают традиционный характер исторической среды, к сожалению, сделали греческую площадью местом, куда можно приводить студентов, архитекторов и показывать им, как нельзя проектировать и нельзя строить. Впору только на греческой добавить памятную доску. Надо бы увековечить их имена на фасадах этих зданий и архитекторов, и инвесторов, и студентам говорить, что вот именно эти люди таким образом уничтожили эту историческую площадь. А это торговый центр Афина. Многие магазины здесь на грани закрытия. Если в прошлом году в день сюда приходило около 10 человек, то сейчас один покупатель – праздник. О том, что будет с Афиной после открытия торгового центра «Греческий» – загадка, на которую сам инвестор отвечать не захотел. Правда ли, что вместо парковки будет торговый центр «Греческий»? Понимаете, не имею. Вы же инвестором выступаете. Извините, почему вы считаете, что я своих братьев просто выступаю? Всего доброго. А еще в августе этого года скандальную парковку городские власти планировали вообще демонтировать. Мы строили строительство. Наконец построили! Ура! Татьяна Милимко, Алексей Сорокин. Седьмой канал.